Ангелы Светлооки, так называется концертная программа православной певицы Юлии Славянской. Именно с ней исполнительница в четвертый раз приехала в Северную столицу. В этот вечер теплые, душевные, светлые песни о мире, вере и любви о Руси услышали зрители. А вместе с ними и наша съемочная группа. На сцене концертного зала у финляндского певица Юлия Славянская. Все ее творчество наполнено удивительным светом и чистотой. В этот вечер в ее исполнении звучали песни из всех пяти вышедших альбомов. Представила она и новый диск под названием «Райское золото». Более двух лет потребовалось на его создание. Много сил было положено, много любви вложено. У меня каждая песня записывается достаточно долго. Я работаю очень тщательно и с голосом, с аранжировкой, и с бэк-вокалом. Конечно, не так быстро все это бывает. Но я очень надеюсь, что нашим зрителям, слушателям телеканала «Союз», конечно же, в первую очередь, какие-то песни будут ближе. Кому-то понравится одна песня, кому-то другая. И критику, и советы Юлия принимает с благодарностью. На ее концерты зрители приходят целыми семьями. Даже самым маленьким слушателям нравятся песни этой прекрасной исполнительницы современных духовных песен. Если честно, я не совсем знала о ней. Я просто... Ну, я не слышала ее песен, и мне стало любопытно. У нее очень красивый голос, мне очень она нравится. Очарован голосом Юлий и Андрей Мирон. Когда молодой человек узнал, что Юлия едет в Петербург, сделал все возможное, чтобы попасть на концерт. А выступить с ней еще и на одной сцене – вообще предел мечтаний, признается Андрей. Это было замечательно. С самой Юлией Славянской вместе на сцене. Особенно мне понравилось, когда мы пели «Катюшу». Конечно, каждому эта песня знакома. Мы ее все дружненько спели. Получилось, мне кажется, замечательно. А это уже запись передачи «Лаврские встречи». В гостях у священника Анатолия Першина Юлия Славянская. Когда она получила приглашение, с радостью его приняла. Это первое участие Юлии в программе. Говорит, раньше всегда только смотрела ее по телеканалу. И батюшка стал уже родным и близким. С ним было так сегодня тепло, хорошо, легко. Как будто мы, вот, наверное, через телеканал «Союз» мы уже с ним родные люди, уже давно друг друга знаем. И я рада, что это уже три года эта передача существует. Я думаю, что для передачи это такой солидный возраст. И рада, что я наконец-то добралась и познакомилась с этим замечательным батюшкой. Зрители телеканала «Союз» смогут посмотреть передачу «Лаврские встречи» с Юлией Славянской после рождественских праздников.